Ушедшие на войну уголовники, сколотили банду и поехали всех молотить. Вот ориентировка вышла, внимание, розыкс, 29.09, в территории воинской части отдельного казачьего отряда Дон, дислоцированного в городе Херсон, самовольно покинув, взяв огнестрельное оружие на транспортные средства количестве двух единиц. В общем, короче, свалили некто Фирсов, адрес неизвестен, он почему неизвестен, потому что он находился в колонии, его и туда из колонии привезли, наверняка, поэтому пишут адрес неизвестен. Адырхаев, тоже адрес неизвестен, Газинаев, адрес неизвестен. Коробцев и Савин. Внимание при установлении лиц и их задержании соблюдать крайнюю осторожность. Они, значит, с ручными и подствольными гранатометами уехали на транспорте Министерства обороны автомобили Ниссан, Митсубиси, Мерседес и Пежо. То есть, они вчетвером в разные машины сели и разъехались. Я так понимаю, что это, наверное, одни из тех, которые с кадыровцами там устраивали перестрелки, помните? Там кадыровцы что-то залупились, они их постреляли, эти зычки. Я думаю, что это вот как раз из той компании. Ну, пусть, что же я могу сказать. Ну, в общем, интересная тема, сейчас этого будет очень много. Ну, и дай бог, что все эти взбунтовались, кто там служит, стреляет, воюет и поехали громить путинцев. В Белгородской области, значит, 500 человек мобилизованы с оружием. Вышли они там из поезда, я так понимаю. Ну, по крайней мере, снимались они у поезда, заявили, что ни один автомат не прописан в военном билете. Ну, и что они ждут? Вот вы спрашиваете, где купить оружие. Вот. Мы жрём то, что сами себе покупаем. Да. Мы потратили охренительное количество бабок, чтобы просто поесть. Вот из кого нужно формировать бригаду. Очень легко, да, то есть, сагитировать этих людей или часть этих людей на восстание, я думаю, не составляет особого труда. Нужно найти просто правильные слова. Если же нет, ну, по крайней мере, можно купить у них оружие. Тоже неплохо. В Москве сдержали сотрудника Пригожинской медиагруппы «Патриот» Алексея Слободенюка, который руководил сетью телеграм-каналов. Эти каналы атаки устраивали на Шойгу, Володина, ну и других путинцев. Представляете, то есть, там уже идёт замес. То есть, там клубок целующихся змеев. Пригожин на полном серьёзе ощутил себя претендентом. Представляете, это очень смешно. Он хорошую работу для нас выполняет, надо сказать. Сейчас вот ещё чуть-чуть, и я думаю, что с его вообще структуры может начаться этот взрыв. Детонация может оттуда. У него нервы не выдержат. Он там будет договариваться. Слушай, дурачок. Он будет там договариваться со всеми. Они будут ему кивать головой, но пока за ним стоит Путин. Он говорит, да, конечно, мы тебе поможем. Политикой он никогда в жизни не занимался. Он не понимает, что они будут ему врать просто в лицо. Он думает, что это как в тюрьме или как в колонии. Или как в бизнесе, которым он занимался. Политике всё абсолютно по-другому. Вячеслав, революция особой опасностью для всего и всех станет ЧВК Пригожина согласна? Нет, конечно. Понимаете, это структура, которая не имеет никакой дисциплины, созданная из уголовников и маргиналов. Такие вещи существуют не очень долго. Они разваливаются на банды. Вот зачем кому-то воевать, чтобы Пригожин стал президентом? Ну, какая идеология? Поставить Зычка президентом – это идеология ЧВК. Нахер он нужен им? Они там потому, что им деньги платят. Потому, что они любят воевать. Ну, и денег они, если имеют оружие и имеют силу, они без Пригожина, что ли, не возьмут? Они должны подоходить к Пригожину и говорить, дай нам денег? Да нахер он им нужен? Я очень не удивлюсь, что они его первым замочат, этого Пригожина. Он там быковать начнёт, они его сразу и прибьют. Вы сблуждаетесь очень сильно. То есть, Пригожин – это не тот, кто будет полевым командиром, поверьте. Маховик завертелся, его не остановить. Путин уже не сможет остановить мобилизацию, не сможет пойти на переговоры. Путин уже не рулит и не понимает, что происходит. Абсолютно согласен всё. И это, если бы он читал внимательно «Государь Макиавелли», который я не очень люблю, но читал внимательно и много раз. А он, как говорят, любит. Но почему-то читал невнимательно. Как говорил Никол Макиавелли. Войну начинают тогда, когда хотят, а заканчивают тогда, когда могут. Всё. Путин не может закончить эту войну. Он попал в западню. В эту западню он сунул лапу, ему её схватили капканом. И сейчас он будет её отгрызать себе. Всё оставшееся время.